Полтора года назад по поручению лидера команды Югры Натальи Комаровой в округе разработали концепцию развития физической культуры и спорта до 2030 года. В обсуждении этого документа принимали участие власти, общественники, спортсмены и тренеры. Так, дворам Нижневартовска сейчас нужны всесезонные спортивные площадки. Команда Югры над этим работает. Напомню, в 2023 году в микрорайонах Нижневартовска были построены 9 новых универсальных объектов. Спортивные площадки должны быть в каждом дворе нашего города. Так сформулировали свой запрос представителям команды Югры по развитию спорта жители Нижневартовска. Наш город по оснащенности один из самых низких в округе, потому что это порядка 20% оснащения спортивными сооружениями. Но хочется отметить, что в последние годы все сдвинулся у нас лед в этом направлении. В 2023 году было возведено в нашем городе 9 таких же площадок, потому что это за последние годы очень большой, мы считаем, результат, что было сделано в разных микрорайонах нашего города и в новых микрорайонах, и в старых микрорайонах. Отдохнуть всей семьей на свежем воздухе, принять участие в эстафетах и просто получить заряд бодрости и хорошего настроения. Для этого в Нижневартовске по инициативе команды Югры и появляются спортивные площадки «Зима-Лето». Старт проекту «Спорт в каждый двор» был дан летом 2022 года. Одной из первых в рамках проекта «Спорт в каждый двор» народной программы «Карты развития Югры» появилась вот эта универсальная спортивная площадка по адресу Героев Самотлора, 22. Зимой здесь заливают хоккейный корт, а летом занимаются игровыми видами спорта. Есть также памп-трек для роллеров и велосипедистов. На создание этого универсального объекта было направлено 11 миллионов рублей. Это средства городского и окружного бюджетов. Команда Югры заботится о создании спортивной инфраструктуры во дворах. Такие площадки включают в план застройки новых микрорайонов. Так, в прошлом году в 26 микрорайоне создана новая универсальная спортивная площадка с навесом, хоккейным кортом и малыми архитектурными формами. Это было поручением властей города и наказом депутатов от избирателей. В мае 2023 года для приверженцев экстремальных видов спорта при поддержке Роснефти был возведен обновленный роллер-дром. После реконструкции площадь парка увеличилась до 2000 квадратных метров. Здесь изменилось все. Появились современные трамплины, конструкции для разгона, скольжения, балансирования и другие элементы для выполнения трюков. Для новичков есть отдельная зона для отработки навыков и просто для катания на роликах и самокатах. Летом роллер-дром используется для игровых видов спорта. Зимой как каток. Покрытие из мелкозернистого асфальта это позволяет. Хочется отметить, что на сегодняшний день центр боевых искусств уже начинает возводиться, уже ведутся монтажные работы, потому что первый цикл там закончен, фундаменты. Сейчас на сегодняшний день уже видим, конструкции ставятся. Считаем, что, наверное, к 2025 году будет возведен этот объект, который позволит, конечно же, нашим ребятам, единоборцам, не только единоборцам, начать заниматься в очень хороших условиях. Карту развития Югры эксперты справедливо называют народной программой. Расставлять приоритеты, опираясь на мнение людей, это правило, которым руководствуется команда Югры. Эльмира Казанина, Кирилл Никишин, телеканал Самотлор.